По обстановке видно, что люди за квартирой, да, не смотрели уже. Уже тут, ну, если поближе посмотреть, приблизь вот эти, как вчера мы видели, мужики, опарыши. Вот такая картина открылась спасателям после тушения пожара в одной из квартир в многоэтажке в переулке Межевом. Около шести часов вечера они получили сигнал о валящем из окон квартиры дыме и выехали на место. Как оказалось, в квартире на момент пожара находились люди. Возвращаясь уже в задымленном помещении, из кухни мы заметили ребенка. Ну, по стенам шли, там было сбоку вадное помещение. Мы обнаружили ребенка, лежащего на полу, ну, сразу кинулись, взяли на руки и побежали вниз. Естественно, оставшиеся ребята начали дальше тушить и искать вторую пострадавшую. Девочку и женщину передали медикам, которые доставили их в медучреждение. Позже пришла информация, что женщину спасти не удалось. При осмотре места происшествия был обнаружен очаг возможного возгорания – кровать. Вот он, характерный конус выгорания у нас идет, характерный след выгорания копоти именно в зоне нахождения кровати. Опять же, матрас, наполнитель, да, и текстильные материалы выгорели полностью. Соответственно, ну, сейчас эксперт уже будет делать выводы. Также в квартире спасатели обнаружили самогонный аппарат, пепельницы на кроватях в других комнатах и внушительный склад пушнины – пустой тар от алкогольных напитков. Видим пепельничку с вами. Соответственно, курили здесь граждане, в эту пепельничку стряхивали пепел. Опять же, зажигалка. Ну и употребление алкоголя в данной квартире имело место быть, судя по бутылкам, по стеклотаре, которую мы в ходе осмотра сейчас будем описывать. Если бы не бдительность соседей, то последствия и площадь пожара были бы посерьезнее. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Олег Рудаков, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.